Программа в теме. Журналисты Радио ЗФМ о людях, событиях и фактах. Семья занимает важное место в жизни человека. Что может помочь сохранить связь между поколениями и отношениями между родителями и детьми, а также ощутить стабильность жизненного уклада и гордость за свою семью. Привет! В студии Владислав Радюков. Сегодня в теме говорим о семейных традициях. Для чего они нужны, что делать тем, у кого их нет, как их создавать и поддерживать, почему одни традиции приживаются, а другие нет. В этом нам поможет разобраться Татьяна Акимова, основатель книжной студии. Добрый день, Татьяна! Здравствуйте! Очень рада поговорить на эту тему. Мы в прямом эфире, поэтому можно с нами общаться с помощью мессенджера Телеграм. Если вы еще не добавили наш контакт, можете найти его по поиску. Слитно напишите без пробелов «Радио ЗФМ» или нажимайте на символ «Телеграм» на сайте radiosfm.by либо по номеру телефона «плюс 375 44 595 55 69». В соцсети ВКонтакте есть группа проектов «Теми», там можно оставить комментарий под анонсом этой передачи. Сейчас ведется прямая видеотрансляция на YouTube. Ну и нам бы хотелось узнать у вас, вот ваше мнение, есть ли у вас семейные традиции. Напишите нам об этом, нужны ли они. А сейчас давайте разбираться. Татьяна, вот скажите, для чего нужны семейные традиции? Да и вообще нужны ли они? Потому что вот так сходу, когда я только узнал о теме нашей сегодняшней передачи, мне показалось, что в моей семье нет вообще никаких семейных традиций. Вроде ничего, живем. И вроде ничего, живем. Действительно, вопрос, нужны ли семейные традиции, иногда возникает тогда, когда затрагивается данная тема. То есть, когда темы нету, все живут по накатанной своей жизни. Главное, чтобы начался новый день, всех собрали в школы по кружкам. Все поели. Все поели, институты. Главное, чтобы все были здоровы, поработали, деньги зарабатываем и так далее. Когда наступают праздники, люди начинают вспоминать и думать, как им собраться, как им отмечать эти праздники. Ну а если уже тема пошла какая-то, или в интернете нашел статью на эту тему, или пост где-то прочитал, инстаграм, фейсбук, начинаешь задумываться, а что есть у меня. И мне нередко я слышала от людей, которые успешны, и когда я им говорила о том, что я создаю книги семейных историй, что я готовлю свою новую книгу, в которой соберу семейные традиции, пауза, потом на меня так поворачиваются, говорят, я бы купила такую книгу. Я что подумала, у меня нет семейных традиций. Но я думаю, это как раз из разряда, вот как вы сказали. На первый взгляд сразу не понимаешь, что это. Это семейная традиция, это некий структурный элемент в семье, который явно выражен, ну и который характеризует данную семью. Зачем они нужны? Я вам скажу так, что задайте своим детям вопрос, интересно ли им жить с вами, ну в семье. Ладно, маленькие, маленьким всегда интересно. Когда дети становятся старше, предпочтут ли они семью своим друзьям? Если их приглашают на день рождения, что-то совпадает, там семейный ужин, семейный выезд на природу, это, поверьте мне, большая дилемма. И у нас такая ситуация была с нашим сынишкой, 11-летним, когда мы собрались выезжать на Вилейское водохранилище, а у него встречи с друзьями, тепло, хочется еще погулять перед школой. И мы говорим, да, мы едем с семьей, у нас будет интересно, мы будем там жарить сосиски, маршмеллоу, ну что сейчас вот дети любят. Ребенок ехал, думал, он принимал решения, потому что и там интересно, и с нами, и он отдал себя в пользу нас, семьи, чему лично я была очень рада. И детям должно интересно быть с вами в любом возрасте. Когда мы маленькие делаем праздники им, когда они маленькие, вернее, это замечательно. А когда они вырастают? Вы знаете, я знакома с интереснейшей семьей, мы с ними дружим, у них со взрослыми детьми, у них пятеро взрослых дочерей, и у них есть семейный ретрит, потому что взрослых детей уже, ну, то есть по-другому ты увлекаешь, это традиция. Раз в год они собираются на семейный ретрит, и все должны съехаться, собраться. Дается тема этого ретрита, развивающая некое, про лидерство, например, да, или про потенциал человека, ну, то есть то, что будет детей развивать. Зятья туда же, все это в копилочку. И дается, ну, задание подготовиться, и потом идет обсуждение. Ну, это просто супер. Я, когда услышала такую традицию, я поняла, что когда мои дети вырастут, мы будем делать то же самое, даже в каких бы мы местах не были, не жили. То есть первое, они укрепляют взаимоотношения между всеми членами семьи, потому что вот эти фразы «дети выросли и разъехались, и мы останемся одни», когда у вас будет традиция, у вас не будет такой фразы. Вы будете всегда с ними ментально, и вас будут объединять общие структурные элементы в вашей семье. Каждому члену семьи должно быть интересно жить в этой семье. Это тоже как мини-государство. И кто-то должен быть инициатором. Мне очень нравится одна, ну, вот фраза руководителя, мои дети занимаются в ансамбле танца «Ровесник», и руководитель Татьяна Семченко, она сказала одну очень хорошую фразу на собрании, она мне так запомнилась, она говорит, «Нас всегда учили, и я учу детей, ваших детей, наших, что умей развлечь себя и своего товарища». То есть, по-моему, это как раз к тому, что никто к вам не придет домой, если только вы не заплатите аниматору, да, и не будет придумывать что-то интересное или какие-то традиции в вашей семье. То есть, ну вот, это очень укрепляет отношения, взаимосвязи. Это яркие события, воспоминания у детей, у вас, когда дети вырастают. Они понимают, что у них классная семья, классные родители. Не важно, какой доход, не важно, где люди живут. Даже при маленьком доходе можно очень весело и классно жить и объединять людей между собой. Мне очень понравилось тоже, я проводила один раз такое онлайн-мероприятие по лидерству, и девушка с Киева, она, ну, занимается такими женскими вопросами, ну, лидерством женским. Она сказала, говорит, сегодня уже детям не нужно думать о том, чтобы сварить им борщ или пожарить котлету. Сегодня детям нужно другое, твое плечо. Ну, то есть, они сегодня хотят общаться, и общение – это тоже традиция. То есть, выделить время для общения и провести его качественно, даже если тебе этого не очень хочется, потому что ты устал, да, или тебе где-то что-то болит. Но дети просто катастрофически, ну, они просто нуждаются в том, чтобы с ними разговаривали и общались. Поэтому в нашей семье дети очень любят такую традицию. Можно я расскажу? Я тоже ее взяла. То есть, я ничего, как, знаете, не придумываешь. Просто я услышала у одной женщины из Москвы, и на большом семинаре мы с ней познакомились, и я думала, я тоже так хочу. И она говорит, я со своим детям задаю три вопроса перед сном. Ой, два. Скажи, назови три вещи, которые тебя сегодня порадовали, и три вещи, которые огорчили. Были такие споры, а зачем вот спрашивать негативы и так далее. Наоборот, я когда стала спрашивать у своих детей, я не знала, что у моего ребенка, например, в школе есть какие-то сложности, трудности с педагогом во взаимоотношении, да, с некоторыми ребятами. А когда ты спросишь про хорошее, он уже разговорится, перечисляют, это так интересно, попробуйте, они настолько интересно перечисляют все это. Потом спрашиваешь, что огорчило. Ну и вот ребенок, значит, где-то на ухо тебе скажет, где-то что. И ты начинаешь понимать, что когда вот этот приход, ушел рюкзак в какую-то сторону, да, куртка в другую, как дела в школе? А, нормально. То есть это все уходит, и ты понимаешь, что за этим словом нормально есть целая жизнь, о которой ты не знаешь. И такая традиция, дети очень любят, и для этого надо выделять время. У меня не всегда получалось, кажется, а, 10 вечера, надо всем спать. А они говорят, а вопросы, а поговорить. То есть, соответственно, надо, получается, в 21.30 примерно все это, чтобы все лежали по кроватям, и полчаса поделить на два, на двоих детей и поговорить с ними об этом. То есть, ну, у нас это очень хорошо всегда. Это, знаете, как доверие, это тоже традиция. Давайте еще немножко поговорим о семейных традициях. Ведь на самом деле, наверное, самая распространенная семейная традиция – собираться вместе за праздничным столом. Это есть во многих семьях. А какие-нибудь, может быть, можем привести в пример старинные традиции, то, что было когда-то раньше? Люди тоже собирались раньше за праздничным столом. Худо-бедно собирались, у кого-то было получше, тоже собирались. И праздничный стол, он не просто так вообще существовал и существует. Это тоже структурный элемент любой семьи. Только сейчас наполнение праздничных столов, ну, другое. Вот, например, в моем детстве детям накрывали отдельный стол. То есть вы где-нибудь кушаете там, в другой комнате дети, когда собирается, а мы будем вот все взрослые отдельно. Ну, сейчас, например, в нашей семье такого нет, что вот мы разделяем. Мы с детьми вместе, мы их включаем в разговор, мы слушаем внимательно. Если они встревают на какой-то социальный вопрос, то есть обсуждается какая-то проблематика, да, они обязательно, мы их подключаем. Вот, поэтому праздничный сбор за праздничным столом – это, безусловно, то, что шло из поколения в поколение. И люди готовились к этому. Вот вы знаете, ну, вот у меня с собой книга, я не знаю, куда ее надо правильно показать. Вот сюда. Мы только-только забрались в типографии. Это одна из семейных книг, которая, одна из семейной книги, которая уедет в семью из города Магнитогорск. Я ее не смогу раскрывать, потому что это семейные ценности, это такая реликвия семейная. Вы знаете, когда они рассказали о том, что у них из поколения в поколение идет вот лепка пельменей, когда старшая бабушка, да, вот самый старший член семьи, вот всех-всех собирает, и все в один день. Раньше это было до «В гостях у сказки». Кто помнит, кто постарше, такую передачу, по-моему, она в 14.00 начиналась, для детей ничего не было, поэтому у меня до сих пор осталось тоже вот в памяти, во сколько даже это было и когда. И она когда рассказала, как за это, в это время, пока вы лепите пельмени, она говорит, вы представляете, сколько мы всего могли обсудить со своими детьми. И мы, когда стали писать книгу для семейных историй, для этой семьи, я говорю, давайте мы сейчас делаем с вами, покажем эту семейную традицию, потому что у меня нет фотографий. Я дала техническое задание для фотосессии, попросила автор, ну то есть женщину, жену этой семьи, да, говорю, соберите всех, она уже бабушка, у нее дети, внуки. И вот она всех собрала, буквально я сказала в среду, и говорю, давайте сделаем, но пельмени ж такое делает, это ж, ну, надо же приготовиться, много времени отнимает. Она собрала детей, внуков, и они сделали лепку пельменей и фотосессию. И мы все это поместили в книгу, потому что, ну вот как не выделить такую традицию? И назвали это счастливый пельмень семьи Бондаренко, очень красиво. Для чего? Чтобы была преемственность поколений, чтобы те потомки, которые будут читать эту книгу, они понимали, что в их семье уже многие года, десятилетия длится вот эта шикарная традиция. Значит, она должна передаваться, а это поддержка и сила рода. Я хочу обратиться к нашим слушателям и спросить у них, у вас, есть ли у вас семейные традиции? Если есть, напишите нам в Телеграм, найдите наш контакт «Радиус.фм.слитно», либо нажмите на символ Телеграм на сайте «Радиус.фм.бай», либо по номеру телефона «Плюс 375-44-595-5569». Мы продолжим наш разговор. Напоминаю, сегодня говорим о семейных традициях. Мы через несколько минут расскажем о том, что делать тем, у кого этих традиций нет. Оставайтесь с нами. Продолжаем разговор о семейных традициях. В студии Владислав Радюков. У меня в гостях Татьяна Акимова, основатель книжной студии. Мы в прямом эфире. Можно с нами связаться через Телеграм. Расскажите нам о своих семейных традициях. Чтобы найти наш контакт, пишите в поиске «Слитное без пробелов.радиус.фм», либо нажимайте на символ Телеграм на нашем сайте «Радиус.фм.бай». Сейчас идет прямая видеотрансляция на YouTube. Ссылки, опять же, на сайте «Радиус.фм.бай». Давайте продолжим разговор. Вот мы говорили о семейных традициях, что их может быть много, они могут быть разными, могут передаваться из поколения в поколение. А что делать тем, у кого нету вот этих каких-то интересных семейных традиций, ну, может быть, помимо привычки собираться за столом на праздники? Я посоветую тогда послушать меня сейчас. Я немножечко расскажу о некоторых традициях, которые можете вы привнести в свою жизнь. И однозначно их нужно привносить. Например, в нашей семье очень хорошо прижилась традиция, которой вот будет, ну, буквально второй год. То есть это свежая традиция. Я взяла просто коробку из-под обуви, обклеила ее разными цветами, ну, вот бумаги, которые нашла у ребенка. И мы это назвали волшебный сундучок. Только она не должна быть маленькая, чтобы можно было, ну, туда вместить, например, сертификат или еще что. Вот. И помимо основного подарка, который дарится любому члену семьи, наполняется волшебный сундучок приятными мелочами, которые любит данный член семьи. То есть причем должны наполнить все, даже самые маленькие. И мы знаем, если это дочка, например, я подхожу к сыну и говорю, ну, слушай, ну, что мы Софийке нашей вот купим? Она говорит, ой, мама, она ММ Дэнс там любит, точно. То есть понятно, что мы это купим и так. Но когда это еще к дню рождения, ну, как подарок один, и как бы все, день что, подарков закончен. А в сундучке лежат какие-то мелкие приятные штуки. Я люблю книги покупать, например. Я всегда покупаю и вот и мужу, и детям. Кладу туда книгу, сертификат в парикмахерскую, какие-то красивые мелочи. Но для девочки вообще проблем нет, что-то купить. Для мальчика, пожалуйста, сейчас вот он очень любит вот эти вот напитки корейские, продают чупа-чупс, милкис, ну, вот такое все. Я это не очень хорошо знаю, но я знаю, что он любит. Ну, положил, купил красивую вот эту баночку, еще что-то. Мы наполняем этот волшебный сундучок. Его смысл в чем? Не набить какими-то вещами эту коробочку. Нет. А смысл подумать о человеке, подумать о члене семьи, а что ему нравится, а что ему интересно, а что ему было бы дополнительно интересно. Это что-то недорогое и интересное. Поверьте, даже вот мы взрослые люди, получая подарки, поздравления, или какой-то основной подарок, ты уже смотришь в сторону этой коробочки и думаешь, она полнена она для тебя или нет. Но правда, это очень сближает, радует, и ты понимаешь, что каждый о тебе позаботился. Даже стишок, написанный твоим ребенком, четверостишее, которое на бумажке и будет лежать в этой коробочке или записочка, это уже круто. И для этого не обязательно деньги тратить на это, а своими руками тоже можно много чего сделать. Или, например, я побывала знакома с женщиной, просто потрясающая. И она мне говорит, у нее девочка взрослая, 16-17 лет, и маленькая, 3-4 годика, вторая дочка. И она говорит, мы, вот они у меня творческие рисуют, и вот мы любим творчество, и я им устраиваю домашние выставки. Я говорю, а как это? Вот представьте, дорогие друзья, если ваши дети рисуют, лепят, что-то из бисера делают, или конструктор любят собирать, у вас лего, например, вы не знаете, куда его деть, но постоянно там все наборы покупаете, вы можете сделать выставку и пригласить близких людей, одноклассников или кого-то садика, пусть это будет 2-3 человека, которые придут на выставку. И она меня пригласила на эту домашнюю выставку. Что может быть проще? Она взяла детские рисунки. Ну, представляете, ребенок 3-4 года. Конечно, это не какие-то еще там точечные вещи, но это красиво. Был подготовлен чай, да, там, естественно, потом красиво. Она просто каждый рисунок она поставила в рамочку, но если нет денег на рамочку, можно просто расставить. И она меня водила и рассказывала, а вот это моя дочка нарисовала тогда-то, тогда-то, да, а вот это называется картина моря, а вот это космос, вот здесь я помогла и так далее. Но когда она спросила, а какой бы ты, я говорю, а что я могу купить у тебя на выставке? Ну, я пришла на выставку и говорю, я хочу что-то купить. Но ребенок, конечно, сразу так, ну, как это свое, да, вот что-то. Поэтому, ну, как-то, а ничего мне не предложили. Но я была просто в восторге от такой традиции. Понимаете, что в чем тут смысл? В том, что ребенок растет значимым, значимой личностью, что это не валяется, все эти рисунки. Вот, смотри, я нарисовал, молодец, и забыл там, да, что это красиво можно выставить, да, можно и без этих рамок. Сам факт, ребеночка надели в красивое платьице. Приехала я и привезла, ну, со своей дочкой, да, и это был праздник, то есть это какая, как хорошо самооценка формируется у ребенка, что она молодец, мы ее расхвалили, я это все отфотографировала, говорю, это будет в моей книге будущей, представляете? Вот, то есть это можно все легко сделать. Попробуйте, не откладывая там на зиму, весну. Например, мой ребенок играет на гитаре, сын, да, и, а дочка, она сочиняет рассказы, очень такие интересные, с фантастическим таким смыслом. Я говорю, давайте сделаем концерт. Вот я дам в Инстаграме, в Фейсбуке там, в общем, новости, да, что у нас будет концерт, пусть детей своих приводят, мои подписчики, кто меня знает, да, там сделаем какой-то там сладкий стол. Вот ты готовься играть, а ты готовься вот между этими всеми песнями будешь читать свои классные рассказы. Не могу сказать, что пока очень сильно удалось там сдвинуть себя с места, но глаза загораются. Но дальше же вопрос подготовки, как и что, то есть о зрителе, вот неуверенность, придут ли зрители. Мне тоже захотелось вот свою, у меня никто не рисует в семье, я не могу сделать домашнюю выставку, но концерт мы можем сделать, потому что дети умеют делать какие-то другие вещи. И я сейчас вот и так, и так захожу, чтобы сделать вот такое мероприятие, какое-то помещение снять небольшое, например, да, пусть не дома, и сделать такой на часик, на полтора, тоже вот, чтобы дети показали себя, свое творчество, тоже как традицию раз в несколько лет. Поэтому не стесняйтесь что-то вводить, если у вас ничего нету. Есть очень интересная, про необычную традицию, можно или мы потом расскажем? Можно, но у нас уже мало времени. Про необычную традицию я расскажу одну. Пусть она вдохновит тех, кто бережет свой род и память о своем роде. Я познакомилась благодаря книжной студии с уникальной женщиной, которая живет в городе Муром. И она собрала в своем доме праздник рода, 83 женщины своего рода. И она только именно женщин собрала. Представляете, 83 женщин, все были в белых красивых платьях, взяли с собой фотографии своих предков, уже умерших. И они посадили там дуб, дубок, поливали этот дубок, как символ прочности, символ силы рода, поливали святой водичкой, каждый со стаканчика. Люди были просто в восторге от того, что вообще увидели, не зная, работая друг с другом, люди не знали, что они двоюродные сестры. То есть люди говорили, как мы плохо знаем свои корни. Откуда я хорошо знаю, что люди говорили? Потому что мы пишем книгу сейчас об этом празднике. Она обратилась к нам, что говорит, «Я хочу запечатлеть этот праздник». И она сделала это традицией раз в три, в пять лет собирать людей своего рода в своем доме, у них есть место, территория, для того, чтобы вспомнить о своих ушедших родных, познакомиться ближе с теми, кто жив, чтобы передать мудрость людей, которых уже нету с нами, но они стоят за нами. Мы на их опыте сейчас живем. И эта необычная традиция настолько вдохновляет, что я думаю, если, может быть, кому-то из вас было бы интересно из слушателей повторить и сделать праздник рода в своей семье, под этим видео в YouTube вы можете написать. Я вышлю вам видеоролик, вы сможете посмотреть, как этот праздник был у Елены. Она мне разрешила поделиться этим роликом, чтобы мы могли тиражировать и помочь тем людям, кому такая тема важна и цена, сделать такой праздник. У нас осталась буквально одна минутка, но мне бы хотелось, чтобы вы все-таки рассказали о том, как можно сохранить традиции и что конкретно вы для этого делаете. Традиции сохраняют разным способом. Можно фиксировать то, что у вас в семье происходит, писать, записывать. Я знаю, люди начинают и бросают. То есть это, конечно, дело для организованных. В нашей книжной студии можно написать книгу, книгу семейных историй, биографическую книгу в память о людях, которые уже ушли, и у нас таких немало, книг мы делаем, юбилейную, поздравительную книгу. И в таких семейных книгах мы обязательно уделяем время и целый такой вот раздел делаем, посвященный семейным ценностям и традициям, которые были, которые помнят сегодня ваши самые пожилые родственники, которые могут рассказать. Понимаете, тогда традиций-то особо не было. Люди работали и выживали. Но они всегда очень любили тех, своих детей любили и делали всё это ради них. И мне очень радостно всё это фиксировать в книге. Понимаете, можно сделать генеалогические исследования. Это супер. Я восхищаюсь людьми, которые это делают, которые вкладывают в это время и деньги. Мы пошли немножко другим путём. Мы собираем память, воспоминания у тех людей, кто сейчас жив и может рассказать и оставить для ваших детей, внуков, правнуков историю вашей семьи, сохранить эту силу рода, подарить эту мощь рода в виде книги. Ну что ж, к сожалению, время нашей программы подошло к концу, буквально пролетело за историями о семейных традициях. Я хочу поблагодарить нашу гостью Татьяну Акимову, основателя книжной студии, за то, что она к нам пришла и интересно рассказала о семейных традициях. Нашим слушателям хочу напомнить, что запись программы будет доступна для просмотра и прослушивания на нашем сайте радиосфм.бай. Чтобы первым узнавать о том, кто еще придет к нам в эфир, задавать вопросы гостям, подписывайтесь на группу проектов «Теми» в соцсети ВКонтакте. Ну а программу для вас подготовил и провел Владислав Радюков. До свидания, до новых встреч. Всего доброго вам, счастливо. Слушай радиосфм и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте радиосфм.бай.